МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Уважаемые делегаты, в соответствии с положениями о выборах ректора, которые мы приняли с вами вместе на заседании ученого совета 28 апреля текущего года, делегатами конференции по выборам ректора избраны 394 человека. В настоящее время зарегистрировался 371 делегат. Форум для принятия решений составляет 263 человека. Таким образом, форум у нас с вами имеется, поэтому мы полномочны проводить конференцию Академии и принимать все исчерпывающие решения, которые необходимы в данном случае. Поэтому предлагаю конференцию открыть и прошу проголосовать выданными вам удостоверениями за открытие конференции. Кто против, кто воздержался, принимается единогласно. Для ведения конференции нам с вами необходимо избрать президиум, и поэтому позвольте мне, для того, чтобы у нас заокеративно проходила наша сегодняшняя конференция, огласить членов комиссии по выборам ректора, и которым поручить ведение этой конференции. Грачок Сергей Витальевич, проректор по научной работе. Белова Лариса Андреевна, председатель правкома сотрудников Академии. Перелиман Михаил Израилевич, заведующий капитал птичьего пульмонологии. Маркарем Артем Александрович, проректор по учебно-воспитательной работе на страну и учащихся. Подчерняева Надежда Степановна, декан лечебного факультета. Иклюев Дмитрий Викторович, начальник управления правового обеспечения. Приказ за номером 1344 от 27 мая текущего года. Позвольте, пользуясь столь высоким авторитетом нашей конференции, довести до ваших сведений содержание этого приказа. Признать прошедшему государственную аккредитацию с установлением государственного статуса по типу образовательные учреждения высшего профессионального образования и виду университет, государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Московскую медицинскую академию имени Сеченова, Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию и перечня аккредитованных образовательных программ согласно положению. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Глебов. Вот, уважаемые коллеги, с чем я хотел поздравить нас всех, Московскую медицинскую академию, с тем, что мы с вами теперь имеем статус не академический, а статус университетского высшего учебного цивилизма. Поверьте мне, что на это ушли, конечно, годы и десятилетия, и в этом сегодня заслуга не только нас, сидящих в этом зале, но и, откровенно говоря, наших предшественников, которые сделали все возможное, а порой даже невозможное, чтобы вот такой статус был сегодня присвоен Московской медицинской академии, которая стала университетом. Поэтому мне кажется, что это знаменательное событие, которое каждый, конечно, из нас здесь присутствующих вложил в это дело свою лепту. Поэтому я бы хотел предоставить слово Михаилу Израевичу Кириллбану, одному из старейших сотрудников Московской медицинской академии. Вообще, если разобраться в том, какие учреждения высшего профессионального образования есть на сегодня в нашей стране, в России, то есть, по сути дела, пять типов. Есть университеты, есть академии, есть институты, есть училища и есть школы. В последнее время четко наметилась тенденция по мере того, как эти высшие образовательные учреждения становятся все более и более высокими приближаться к университету. На последнее время всем хорошо известный Бауманский институт, который раньше назывался высшим техническим училищем имени Баумана, уже стал высшим техническим университетом. Высшая школа экономики, тоже всем известная, известнейшим ректором Ярославом Кузьминовым, стала тоже государственным университетом. Во всем мире высшей формой образовательного учреждения является именно университет. И в слово академия больше вписываются учреждения, занимающиеся в первую очередь наукой. А в термин университет вписываются учреждения, занимающиеся образованием, наукой и, между прочим, профессиональной и производственной деятельностью, что является также очень важным. В итоге на сегодня можно отметить, что превращение названия нашего учреждения из академии в университет это есть один шаг вверх по восходящей лестнице и в той таблине о рангах, которой характеризуются все высшие образовательные учреждения в стране, мы, следовательно, сегодня поднялись на ступеньку вверх. И это, конечно, очень приятно. Спасибо. Прозвольте мне огласить участникам конференции выписку из протокола заседания Адистационной комиссии Министерства здравоохранения и социального развития. Выписка из протокола номер пять заседания Адистационной комиссии Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по рассмотрению кандидатур на должность ректора образовательного учреждения Минздрав соцразвития России от 10 июня 2010 года. Присутствовало 13 из 19 членов администрационной комиссии Минздрав соцразвития России. По пятому вопросу обсуждения материалов по кандидатам на должность ректора Московской медицинской академии имени Сеченова выступили Егоров, Оликова, Круглов, Машетова, Анищенко, Харламов, Царьгородцев, Глыбочка, Несвижский. Решили согласовать кандидатуру Глыбочка Петра Витальевича и Несвижского Юрия Владимировича для участия в выборах ректора Московской медицинской академии имени Сеченова. Ответственный секретарь комиссии, заместитель директора департамента науки образования и гадрой политики Минздрав соцразвития России Егоров. Так что мы на сегодняшний день имеем все необходимые материалы для продолжения и разрешения этой процедуры, так как она прописана в уставе Московской медицинской академии. Таким образом, сегодня у нас на основании решения институционной комиссии в бюллетень для тайного голосования по выборам ректора Московской медицинской академии Сеченова включены две кандидатуры. Глыбочка Петр Витальевич и Несвижский Юрий Владимирович. Я хотел бы все-таки несколько слов сказать о том и о другом. Глыбочка Петр Витальевич, исполняющий обязанности ректора Московской медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, выгнен на должность ректора общими собраниями сотрудников лечебного, стоматологического, медико-профилактического, фармацевтического факультета, факультета высшего сестринского образования, факультета военного обучения, факультета управления здравоохранением, факультета послевузовского профессионального образования врачей, факультета послевузовского профессионального образования педиатров, факультета послевузовского профессионального образования провизоров, медико-профилактического факультета послевузовского профессионального образования, клинического центра, административно-хозяйственной части, ректората, НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением, Института медицинской паразитологии и тропической медицины, Научно-исследовательского института молекулярной медицины и Научно-исследовательского центра. Нишвишский Юрий Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, декан медико-профилактического факультета, выделен общим собранием медико-профилактического факультета после вузовского профессионального образования. Уважаемые делегаты конференции, Кандидаты на должность ректора выступали со своими предвыборными программами, на заседаниях ученого совета, на заседаниях кафедральных коллективов. Есть предоставить слово желающим принять участие для обсуждения кандидатов на должность ректора, если такие присутствуют и есть в этом зале. Пожалуйста, есть желающие. Да, пожалуйста, академик Сайбин Михаил Романович, заведующий кафедрой нормальной анатолии. Уважаемый президент, уважаемое собрание, позвольте мне сказать несколько слов. Я с большим уважением отношусь к обоим тендентам на должность ректора и Петру Витальевичу Глыбочка, Юрию Владимировичу Несвежскому. Но нам надо решать и выбрать надолго серьезного и перспективного для нашей академии человека. И я отдаю предпочтение профессору Глыбочка. Я дам объяснение своему этому решению и прошу выслушать и прислушиваться и отдать тоже голос, свой голос за его кандидатуру. Я был практически на всех собраниях, где Петру Витальевич выступал. Я слышал те предложения, те замечания, те перспективные вопросы, которые нужны нашей академии. И вот один из них, из тех вопросов, которые на одном из первых собраний было озвучено, перевести академию в университет, тем более, что университет по своему статусу и общероссийскому, и международному выше, чем академия. И я думаю, что вы меня не осудите, что мы того заслуживаем, потому что Московская медицинская академия в прошлом, она всегда была на первых рядах и всегда была инициативой и многих других вопросов, которые выполнялись не только в России, но и за ее пределами, и в республиках бывшего Советского Союза, и дальше, и даже за людьми. Я слушал все предложения, и очень внимательно, разные, и касающиеся учебных дел, и касающиеся хозяйственных дел, и некоторые коммерческие даже дела, которые сегодня, как и во многих учреждениях, тоже фигурируют. И у нас есть такие возможности, у нас есть такие возможности, у нашей академии. Мне удалось, я не только слушал эти выступления, но мне удалось и побеседовать с Митальевичем на кафедре, когда он вместе с сопровождающими его лицами были на Маховой, смотрели кафедры, очень интересовались многими вопросами, которые касаются разных дел и учебных, и научных, и житейских. И по некоторым вопросам, которые я поставил перед Петром Михайловичем, он одобрительно отнесся, хотя эти вопросы, к сожалению, в течение уже нескольких лет как-то повисали в воздухе. И я думаю, что вот сегодняшний, повторяю, пример, он подчеркивает, что слова, которые летают, не расходятся с делом. Поэтому я призываю вас, всех, уважаемые коллеги, отдам свой голос за Грибочка, по-черкивающим всем уважения к Юрию Владимировичу Несвистову. За Грибочку. Благодарю вас. Спасибо, Миколай Романович. Так, уважаемые коллеги, есть желающие еще выступить? Пожалуйста, академик Ивашкин Владимир Трофимович, заведующий кафедрой про педевтики внутренних больных зим. Уважаемые позитивы, уважаемые члены высокого университетского совета, после услышанного нами вдохновляющего сообщения о том, что мы стали профессорами университета, сегодняшнее наше событие, выбор рептора, как бы усиливает, собственно, тональность всего того, что происходит сегодня. И для кого не секрет, что выбор рептора – это определение путей развития университета и во многом судеб, на многих из них и здесь присутствующих. Поэтому выбор рептора – это сочетание, определяющее и движение академии университета, и судьбы присутствующих здесь. Я буду голосовать за Петра Витальевича Выборщика при моем самом глубоком уважении и любви к профессору Смешкину, с которым мы давно знакомы. Почему я буду голосовать за Петра Витальевича Выборщика? И почему я вас призываю? Во-первых, это клиницист с большим опытом. И этот клинический опыт подтверден избранием его в члены Академии медицинских наук. Второе. Помимо серьезной клинической базы, которую имеет наш кандидат, он организатор с большим стажем, причем руководил не каким-то второстепенным учреждением, он руководил одним из крупнейших медицинских вузов страны. И знает ситуацию, обстановку, небо на слышке. В-третьих, я считаю, что для нашего университета приход человека, серьезно заинтересованного и знающего изнутри клинику, чечайно к своевремени и необходим. Мне пришлось принимать участие в заседаниях, в которых разбирались и обсуждались очень серьезные клинические вопросы. И поверьте мне, нашего кандидата интересуют не только формальные цифры, движения больных, сколько поступило, сколько выпало, сколько денег заработали, хотя это немаловажный фактор. Интересует глубинная сущность работы каждой клиники. И с Петром Витальевичем можно было обсуждать, я надеюсь, и в будущем можно будет обсуждать, конкретные вопросы клинической работы. Московская медицинская академия стоит на своих китах. Этими китами являются клиники, которым по 130, по 150, по 160 лет. Это бренды не только Московской медицинской академии, это бренды России. И, следовательно, руководство такими клиниками требует очень серьезной внутренней готовности. И я абсолютно уверен, что такая готовность у Петра Витальевича есть. Вместе с тем, я хотел бы высказать два пожелания будущей администрации, хотя их у меня намного больше. Первое пожелание. Конечно, для университета чрезвычайно важным является такое отражающее по существу лицо клиники направление работы, как клиника антонической конференции. Клиника антонической конференции университета необходимо восстановить до того уровня, до которого эти клиника антонической конференции существовали много-много лет и десятилетия. Для этого требуется непосредственное участие первых лиц клинической иерархии. Нельзя доверять клинику антонической конференции каким-то образом искать их на более низкий уровень. Клиника антонической конференции – это визитная клиническая кафедра любого многопрофильного учреждения. Это первое пожелание. Второе пожелание. Меня, я знаю многих коллег, беспокоит состояние памятника Пирогову. В этом году мы отмечаем 200-летие памятника Пирогову. Николай Иванович Пирогов. С отгородения. Пройдите сейчас и посмотрите, что из себя представляет эта память. Мало того, что накружен шлагбаум. Машины, они, собственно, уже наезжают нах. А граду эта чугунная память. А кому этот памятник? Если Пушкин для нашей русской зловестности – это наше все, то Пирогов для русской медицины – это наше все. Я думаю, что будущая администрация и Петру Итальча вполне под силу решить эти вопросы в ближайшее время. Я голосую за Петра Итальча и вас всех призываю проголосовать за нашего кандидата. Успехов вам в голосовании! Спасибо. 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 Прошу ответить. Так. Протокол номер один по выбору председателя счетной комиссии избран. Все. Прошу голосовать руками конечно. Против. Согласны все. Пожалуйста. Протокол номер два. Диседание счетной комиссии конференции по выбору реактора академии. Ну вот вопрос пока еще академии. Присутствовали все члены счетной комиссии выбранные вами по веске дня о результатах тайного голосования по выбору ректора государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской медицинской гигиени и Министерства. Согласна. Присутствовать? В соответствии со своими полномочиями счетная комиссия провела подсчет голосов по данным результате тайного голосования по выбору ректора государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства и Московской медицинской Академии Министерства и Министерства. Колеса зарегистрированных делегатов в конференции – 371 человек. Число выгодных великений и доголосований тоже – 371 человек. Число великений обнаруженных в ящике и доголосований – 371, кто-то забыл проголосовать. Число недействительных великений – 7. Годные голоса распределились следующим образом. Глыбочка Пётр Витальевич – 353 голоса за. Несвижский Юрий Владимирович – 10 голосов за. Таким образом, ректор Государственного образовательного учреждения Высшего профессионального образования Московской медицинской академии имени Сечина-Роздрава избран Глыбочка Пётр Витальевич. Уважаемые коллеги, мы, конечно, признательны за бурные аплодисменты, но для того, чтобы документ стал документом, мы должны не забыть проголосовать за результаты счетной комиссии. Поэтому, кто за то, чтобы утвердить результаты счетной комиссии, прошу всех участников проголосовать. Кто против, воздержался, принимает все единогласно. Вот теперь протокол этот имеет силу. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить председателя счетной комиссии за оперативную работу. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Действительно, для меня сегодня день знаменательный, поэтому я хотел бы, в первую очередь, высказать слова благодарности всем членам ученого совета, которые меня поддерживали в работе все два месяца, которые мы с вами проводили работу. Мне хотелось бы сказать большие слова благодарности кандидатам конференции и вообще всем людям, кто сегодня меня поддержал. Я, конечно, понимаю, что для меня это событие очень важное, но я думаю, что для вас оно тоже очень важное событие. И надеюсь на то, что работая вместе, нам удастся решить все те задачи, которые мы же сами для себя определяем, и те задачи, которые сегодня ставятся вообще перед высшей школой. И я бы хотел отметить, что сегодня мы с вами уже являемся сотрудниками первого Московского государственного медицинского университета, с чем я вас всех поздравляю, потому что это ваша поддержка, это ваше предложение, оно просто сегодня реализовано. И когда вы мне задаете вопрос, а что нам даст университет, я вам могу сказать, что университет, конечно, даст нам многое. И вот слайд, мы его подготовили такой, он даст возможность нам открыть институты, привлекать инвестиции, инновации и развиваться в более широком смысле. И те задачи, которые сегодня ставит президент нашей страны, Петербург Петрович Медведев, премьер Владимир Владимирович Путин, министр здравоохранения Боликова Татьяна Алексеевна, их можно решить только в рамках университета. В рамках университета. Поэтому те задачи, которые будут перед нами стоять, я думаю, что нашим коллективом их можно решить. Мне хотелось бы выставить слова благодарности Игорю Николаевичу Денисову, человеку, который возглавлял избирательную комиссию по выборам ректора, потому что он все отслеживал вместе с юристами, чтобы они были законными, правильными, и всем членам избирательной комиссии. Еще раз всем огромные слова благодарности. Я думаю, что все у нас получится в нашей работе, и те задачи, которые мы будем ставить, мы будем их с вами вместе решать. Еще раз спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА